всем привет из северного степного крыма сегодня у нас 5 до 5 июня 2024 год наконец-то пришло время у нас там просто сроки поджимают как бы дальше тянуть тянуть некуда поэтому начинаем отбирать где наиболее печатный мед белой акации начинаем отбирать потому что надо выходным очень приготовить немножко меда начинать выезжать а ты тут уже готова ими какая красота иди посмотри дочь какая красотища белая красота запечатана начинаем отбирать дочь будет мне помогать да дочь у меня в порядке я тебе буду давать ты будешь ставить зачем ты держишь дочь короче вот такой выглядит крайняя рамка все уже некогда ждать чтобы но дальше уже до 100 процентов не будем ждать печатку сроки поджимают пчелы в общем с другой стороны на так аккуратно и такой же порядок ставь на край доставь дочь потихонечку тоже привычай к этому делу силоводному нашу там слепливать начинаешь сраживаться с некуда мне надо будет в развес создавать еще корпус ну да вообще буду отбирать и давать в развес корпуса вот так вот выглядит все это уже можно качать там прям именно принципиально чтоб стопроцентная опечатка было мне не надо это когда сотовый мед там принципиально стопроцентного печатка на откачку нормально вот так вот таком рамки тяжеленький смотри аккуратно не урони там уже скоро и нижний корпус будет вот так вот весь от белой акации 2024 отбираем долго не печатали почему у меня долго не печатают объясняю я работаю по системе короче я завожу в роевое состояние семьи меняю маток на лучших роевых вот и сказать пока короче меняются матки пока облетаются пока семья выходит из роевого состояния они немножко туговато строят ващину и печатают есть такой у них нюанс немножко как бы туговато это все видите уже начали лепить начали потому что у них значит уже там некуда лить надо сейчас накидывать кучу корпусов кто-то скажет накидывай корпусов побольше нет смысла не надо чтобы апсидка была хорошая пчел понимать именно именно по короче все тут четко потому что там немножко лепят это это потому что я жду печатку побольше мне надо просто заброс мне надо заброс понимать вообще мне надо заброс побольше получить поэтому я так немножко передерживаю так сказать потому что этот мед уже давно можно было откачать касса я фиг знает когда еще цвела но лучше его передержать немножко я работаю по принципу лучше немножко передержать чем не додержать лучше он будет как перезрелый чем не дозрел так что спешить так сильно некуда но уже уже вот сейчас сроки уже поднимают уже надо выезжать уже как бы на эти выходные документы будем готовить на выезжать на рынок поэтому надо потихонечку начинать по одному корпусу будем по пасеке отбирать потихонечку сейчас где более зрелый сразу и так дальше 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 ну где более так сказать печатный он там зрелый то везде но во всех верхних корпусах он уже зрелый в принципе но ну где побольше печатный я максимально запечатаны там и будем отбирать у меня есть вот щетка кто-то скажет щетку сметку вот она лежит щетку сметку использую крайне потому что лишний раз шоркать пчел по рамкам такое такое себе вам видите дащи помощницы плюс работы с бахвастом все можно приходить вот шортиках и работать он жена вообще без защиты снимает но ей простите на навкатов редко попадает в качестве оператора так что не простите на без защиты дочь как положено одела защиту лица защищать надо самое главное от пчел это глаза это все откачается смысле сейчас я качать не буду сейчас вечер мы дождались именно когда упадет температура потому что днем очень жарко под сороковник жары вчера показывал 41 вчера было сегодня 40 сегодня 40 до было это ну вот под вечер видите под вечер такая дымка сегодня и 30 градусов более менее комфортная температура плюс пчелы целый день работали мы не мешали сейчас каждый день короче день лето месяц зимы кормит то есть сейчас пчелки у них идет взяток активные поэтому этого под вечер уже как бы все равно сейчас взяток уже стухает затухает немножко вот так вот видите ну не можно было еще ждать но немножко надо тоже уже как бы выезжать там у нас есть свои нюансы в общем торопят нас немножко люди уже торопят потому что добавим за там всех наших соседей поэтому потихоньку начинаем отбирать видите вот они опечатают ума нет медосборы сейчас упоролись опечатают ту поэтому так вот как-то отбираю слифили хорошо посмотрим нижним нижним пока отбирать не будем конечно только начали печатать в этом в этом этом этой семье тоже белая касса корпус это белая касса залит смотрим этот иди посмотри какая красота и как раздутый корпус тоже не начали печатать раздувать давай же эту семью посмотрим рассуждают смотрим вообще что-то в этом корпусе все представляет но он еще и он пока на откачку не менее все максимального за крайняя рамка ведь раздуто все раздуто и скоб корпус максимально раздутый сейчас мне надо сейчас посмотреть вообще это если там куда длить или что там смотреть не буду ничего смотри разрез просто просто в разрез да тормозни пока сейчас я пойду корпус возьму забыл корпус сейчас покажу что я делаю короче сразу отбирая мед отобрал вот корпус ну тут тоже пораздували что же туют смотрим крайне если край подлитый то середина это кстати а это акация глядишь а мед акация глядишь и залиты полностью битком здесь в этой семье два корпуса чистой акации вот ну я знаю просто сроком когда я ставила когда они были залиты а это получается акация глядишь и уже свела акация глядишь и лов короче такой смешанный получается этот мед то есть да он будет уже не совсем светлый скорее всего он уже будет немножко желтить вот поэтому а этот мед будет именно этот и этот это будет он должен быть такой зеленцой светлый должен быть ну чистая акация вот поэтому мы чистую кассу чистую кассу мы отберем а вот это я давал под этот под кориандр и под разнотравь вот там нижний сейчас не полезен но или полезен может и полезен потому что мне надо посмотреть все видите надо подставлять давайте весь пролистаем уже посмотрим уже это одну семью короче вам сниму все снимать не буду он трудненько поса свидание ну труднят этой семьи они прям хорош хорошие семья хорошие потенциально как бы хорошие трудни не нужны там не здесь над решеткой они мне нужны там пусть они летают и маточек а то то ну все не все немножко еще как бы есть куда лить ну вот видите еще есть пространство ну это вот это уже чисто уже пошел этот но там сейчас вниз полезем посмотрим этому там не стоит давайте уже одну семью разберем посмотрим полностью то ващины все начали ващину строить там матка молодая должна облетаться это ващина была вот я давал на днях разрез ващину это вот за несколько дней на кориандре но вот такой взяток видите то есть не не мега взяток поверьте мне если бы у них был мега взяток тут бы все было залит это взяток на самом деле слабый но стабильный но с утра начинается и довещера пчелы идут летят 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 несут 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 он покажется вот так вот они идут не ну понятно там какой то есть момент там моменты и днем когда они там поактивнее летят повеселее трудачок есть моменты когда они летят поактивные повеселее вот ващины ващину тянут строят подливают да как полить есть куда но раз я уже но отбираю не корпус я взамен даю это я расплод наверх подымал вот видите так плащинка такие вообще полосатике бакфастом фиг знает каком поколении уже уже мой короче так сказать бакфаст ну как его назвать уже я не знаю и и местная это не совсем местным тяжеленькая рамка эти есть вот пустота они типа как матки оставляют трутоки тут еще немножко бежать последний мощно немножко капает немножко капает вещь сегодня уже капать начала вчера я перебирал крутил даже не капала непонятно туда как-то непонятно картинку . это они лупились из того расплода который я подымал по мере того как они попадаются здесь на глаза я их немножко того там еще не сложно их убрать они будут забивать лишний раз решетку а так их выпустил и все они пошли заниматься своими делами видите семьи вот не сильно и то есть мед носят эти все залито это уже на это на кориандр кориандр и разнотраве это уже вот кориандр с разнотравием понесли потому что глядичьи они ваши акации глядичью подбили туда ну немножко может сюда попало не без этого в гнезде там может была акация с глядичьей там лоха немножко он смешается с этим с кориандром с разнотравием от этого кориандра с разнотравием мед уже не станет немножко перемешивается тут как бы главное не весь мед на сто процентов именно прям на сорта разделить а главное получить просто несколько сортов на прилавок меда ну крайне видеть все подлито короче вот это называется медоносный конвейер у меня идет медоносный конвейер вот оставил магазин и подлились они поставил еще в разрез магазины они подлились за это время потихонечку лупятся молодые пчелы выходят выходят и в это же время я получается ну провожу противороевое мероприятие потому что в это время мне районе идет и получается это в это же время я заменяю маток заменим час маток здесь маточка ходила и видео молодая давайте сейчас разы посмотрим может быть уже начал надо поддевать посмотрим и облет марки да вот видите труд и вот они забивают решетку зачем но есть такой нюанс моей технологии немножко дальше что как бы труд очков надо убрать не без этого уберем сейчас решетка раз уже полезли сюда заодно снимем решетку то есть попутно сразу вот отбираем мед решетка мне немножко поломалась отбираем мед сразу даем под заливку новый корпус меда и в то же время проверим матку на засел после того как матка начнет сеять вниз мы уже влезть не будем я вот я сейчас вам покажу просто как низ выглядит чтобы вы понимали матки пока не сеяли вниз выглядит вот так там все залито реально вот и сейчас матка получается это уже короче тоже на этом взятки кориандр там разнотраве в общем это сейчас уже отливают они до последней несут льют ветишь они кстати смотрите руки с этими видите уже по все появился первый трутин без крылка так сказать это о чем говорит том что на пасеке появился клещ не без этого он по-любому появится без него никак у меня вот там двух километров а там вот стоит банда на запад туда в двух километрах вот оттуда там там штук 20 пасек короче хочешь не хочешь как ты этого клеща не скидывай но все равно перезаразят вообще да ведь вот кстати да куда матка вышла видеть хороший крупный маточник как я понадобился больше хочу посмотреть потому что вот облеталась на что это потому что вот от этой же семьи я брал ту роста облеталась может и здесь облеталась но же вот-вот должна облетаться видите да подливочкой нет подливочка все забито пирога и подлита кто-то скажет матки здесь сеять негде куда не вот это вот пиргу выйдет короче матка начнет сеять между пиргой поначалу будет такой типа дырчатый расплод эту пиргу они вы едят с кормят короче на расплод и потихонечку особо лезда мед принесут наверх мед вообще не проблемам перенести пиргу то они переносить не будут они сидят как видите семья не не прям плотняком забита пчелами то есть такая семья среднего размера ну довольно таки медоносная а зимовала такой обычный среднячок но по меду видите как молотит забила пиргуем вот эта вся пирга она уйдет на расплод она будет вот тут они будут выносить отсюда нектар мед убирать нектар между рамками короче матка будет сеять засева мы не видим середине гнезда значит матка пока не облет значит где-то она на стадии ванна теперь чтобы она не потерялась да есть такой нюанс иногда теряются матки вот этот момент вот она еще худенькая молодая еще куда тут-то кстати такая же мелкая была которая показывала такая же вроде была как бы ну небольшая оказалось бы на вид а потом стала такая огромная ну посмотрите на . еще не плотно покажи пыльца с кориандрами фиолетово это просто скрина капает 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 но сегодня уже начала капать хотя сегодня прямо не вообще дома у тебя да вообще целый день сегодня короче за все цветение кориандра сведена на самый лучший сегодня не сильно и жарко просто ну как было в обед жарко получается у нас утра было нормально потом жарко а потом дым когда пришла вот после обеда какая-то дымка температура немножко подпала дымарь придется запаливать не а утром тоже не жарко дымарь придется запаливать потому что я решетку сейчас не поставлю ну да без дымаря решетку не дадут без дымарика не поставлю матка еще не засет немножко ведь и брызгает брызгает на пасеке появился запах кориандра до ночи прям такой ух ух такой ну вот кориандр реально начал давать средние пару дней начал давать кориандр дали мне поставить решеточку немножко это надо дают да ну просто сейчас в рабочей что придавил чук не без этого подвозят немножко поломана решетка не хочу менять не критично поломану к поддевал стамеска вот смотрите теперь все показать что я именно хочу вам показать вот в разрез именно только так по-другому никак вообще не ставлю только так себя ставлю на гнездо там как как бы это еще не гнездо там реально расхода нет увидели вот но вот сюда вот короче на будущее гнездо я даю в разрез весе молодые пчелы сидят передаю в таком плане вот 6 ващин короче три ващины три сушки раз два и три сушки и опять три ващины поняли да все в таком плане я даю теперь разрез всем семья строит ващину сами видели то есть уже начала строить все молодая матка хотя и не облеталась но начала строить некоторые семьи как бы пока матка молодая не облетается тура начинает строить этого по веселее чуть-чуть но туго и печатать бля мокрая под меня рекой жарко мокро потно вот обратно порядке обратно порядке вот что это дает во первых здесь будет именно самый зрелый мерс мед всегда вверху то есть чем выше поднимается чем выше поднимается тем зрели более зрелый мед то есть всегда наверху самый зрелый мед и таким образом можно его отделить по сортам если вы будете кидать сверху корпуса она перемешается так что вы потом не поймете вообще чё за мед там если у вас один взяток вы чисто валите всю в кучу можно конечно и сверху наваливать можно нагородить сразу башен там матки короче рубая облетались там нагородили вы там башен бренд если у вас там не принципиально и можете прийти там уже потом конце взятка там все это в одну кучу как бы отобрать но у меня принципиально потому что мне надо сортовыми до получать вот это бывшее гнездо трудачки немножко могут бегать и такое не принципе возможности это это бывшая гнезда это я вот это мед акации глядишь так он сегодня выглядит акации глядишь там все залито это получается любое гнездо она потом идет на откачку выбракуется короче чем чем выше тем получается они более 1 набитая тем тяжелее но здесь серединку давайте еще посмотрим быстренько чисто серединку сколько он готов но начали не по факту он готов к откачке если бы не было принципиально заброс получать можно было качать да еще рано такое так это все выглядит семейка белая печатка печатает дарю хотя бог по старифе на каком поколении на сами видите печаточка беленько медом все битком залито даже немножко языки такие видите на это тоже белая чуть-чуть позже вот качаем пройдем всю пасеку прокачаем как раз этот отпечатается и потом уже последним до качаем ну чисто уже пройдем акацию соберем чистую акацию скачаем пасеки там уже и глядишь и да потихонечку подозреет чего мне нравится потому что меня под рекой течет в челке возмущается все ладно в общем вот таком же духе и пошел 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 все сколько успею отбираю вот отбираю вечером качать буду завтра и догонку помыл все приготовил стоит сохнет почки помыл все помыл приготовил теперь получается что качать буду завтра почему потому что здесь на рамках прополис не надо его собрать то есть каждого с каждой семьи максимально буду собирать прополис сначала он остынет поставлю холод про прохладу так холод прохладу прохладное место в летней кухне деле качаю поставлю его он остынет меньше будут рамки ломаться лучше будет отпечатать распечатываться потому что он воск сильно мягкий а так вот такой будет но чуть-чуть подостынет короче и будет тушена будет хорошо откачиваться и завтра короче качаем сегодня отбираем завтра качать вот все смысл показывать каждую семью я показал на одной семье то есть все и делаю вот сразу кинул корпус разрез один отобрал корпус разрез кинул проконтролировал матка сеять не сеять матка значит пометил и вот отметил для себя что она сеет не сеять знать ждем спасибо за просмотр ничего сложного все все проще пареной репы всем пока